Остров Алерон Место рыбаков и виноделов – один из главных остричных центров Атлантического побережья Франции. Говорят, с его пляжей можно увидеть знаменитый форт Бояр. Каждому любопытному местные жители обязательно рассказывают историю про героев, которые в 1945 году освободили их остров от фашистов. Особую роль в этих событиях сыграли русские мигранты и советские узники острова. Одним из них был белорусский парень Владимир Антоненко. Он родился в белорусской деревне Даниловка Ельского района Штунагомельщине. Воспитанием мальчика занимались старшие сестры. Единственный мужчина в доме, помощник матери, всегда внимательный, сдержанный. Володя говорил мало, только по делу и казался значительно старше своих лет. Хороший парень был, спокойный, никого не обижал, учился хорошо, рисовал хорошо. Когда началась война, Володя Антоненко не было и семнадцати, но он твердо знал, что должен бороться с оккупантами. Когда вывозили стихографию, как отступали, а он был комсоргом, его попросили, чтобы он помог сховать эту стихографию. Втайне от матери откопал во враге спрятанные типографские шрифты, чтобы печатать листовки, помогать партизанам. Ночили мы листовки, раскидывали по шоссейной дороге, клеили по заборам. Немцы схватили его в Мозыре во время облавы и угнали в Германию, а оттуда на остров в Атлантическом океане. Когда ступали наши, сорвали на Припяти мост, их погнали немцы восстанавливать этот мост. И так он оказался в Мозыре. А потом он тоже в Мозыре ужаловали этих молодежь, и девчат, и ребят в Германии, и он попал туда. Он был семнадцатилетним парнем, когда он попал на фронт, когда он попал на этот французский остров Алирон. В 1943 году небольшой остров Алирон был превращен гитлеровцами в укрепленный район. Здесь, в немецком плену, Владимир Антоненко провел несколько лет. На тяжелых работах по строительству, укреплению и обслуживанию артиллерийских батарей немецко-фашистское командование использовало советских военнопленных, а также насильно угнанных советских граждан. Именно из них образовалась группа смельчаков, которую возглавил белорусский парень с Полесья. Оказавшись на острове, Володя сразу стал разрабатывать детальный план освобождения Алирона. Его группе узников удалось взорвать немецкий склад боеприпасов и уничтожить замки орудий. Благодаря этому 30 апреля 1945 года, когда французская армия начала наступление на остров, гитлеровские артиллеристы просто не смогли открыть огонь. Владимир Антоненко погиб в день освобождения Алирона от фашистов. За несколько дней до победы. 19 лет не знала мать о своем сыне. Ждала и верила, что Володя вернется. И лишь в 1963 году ей сообщили, что сын погиб в 45-м, на далеком острове, в Бескайском заливе. Вскоре пришла еще одна новость. Ее Володя – герой. И посмертно награжден медалью за отвагу. В 1968 году дали. Сегодня имя Владимира в семье Антоненко передается из поколения в поколение. Так же, как и эта история о французском острове и его узнике, который, находясь в немецкой неволе, отважно боролся против врага. Чтобы вернуться в родную деревню, вытереть слезы матери и обнять своих сестер. Она вообще ждала. Родственникам так и не удалось побывать на могиле Володи. Но в семейных альбомах хранятся фотографии с изображением далекого Алирона, напоминая о мужестве и бесстрашии парня с Полесья. На французском острове есть две могильные плиты. Они отличаются от остальных. Рядом с трехцветным флагом на камне высечены серп и молот. И написаны имена тех, кто остался у побережья Франции навсегда. Есть здесь и имя белоруса Владимира Антоненко. Франция помнит. Так гласит надпись на его могиле. И это высшая посмертная награда участнику французского сопротивления. Володя Антоненко из далекой глубокой деревни Полеська, Даниловка. И он, можно сказать, со своими друзьями, соратниками освободил этот остров от немцев. Помнят героя и на родине. Его история навсегда вписана в книгу память. А в Ельском музее находится фотография юного белоруса, который погиб за свободу Франции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова